Здравствуйте, здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Часто меня спрашивают, пастор Генри, почему «Голос Победы»? Во-первых, церковь победа, а во-вторых, потому что мы верим в то, что Бог во всякое время дает победу во всем, неважно, независимо от того, через что мы проходим. И когда мы проходим через что-то, бывает, человек тебя увидел, да, и ты в одном месте проходишь через какой-то шторм, трудности. И они ушли, и вернулись завтра, и думают, ты уже там, а тебя уже нет. Почему? Потому что Бог дает тебе перемещение, развитие, прорыв. И ошибка, когда мы ищем человека там, где мы его видели позавчера, потому что Бог его за это время переместил. Очень важно, чтобы мы знали, Бог хочет нас переместить выше, дальше и лучше. Давайте послушаем эту проповедь. Это важная и уникальная проповедь. Послушаем. Не ищите меня там, я переместился. То есть, меня там уже нет. Бог, Он специалист. Менять местонахождение людей. Поэтому иногда бывает такое, что встречаешь одного человека, он в одном состоянии, в одном положении. И потом встречаешь его через месяц, а он вообще другой. Он совсем в другом положении, в другом всего. И мы часто ошибаемся, мы начинаем относиться к человеку, исходя из того, что было в прошлом году. А Бог его переместил давно. Что интересно, бывает и негативно, и положительно. Но Бог любит перемещать людей в положительное. Люди пришли к одержимому Гадаринскому. Вот о нем пишется Евангелие от Луки 8, глава 26 по 39. Читать я не буду, вы просто фиксируете на местописание. 26 по 39. Если бы пришли к этому мужчину из Гадаринского региона, задали бы ему вопрос, где ты? Мы тебя не видим в гробах. Это же твое место, жительство. Почему тебя там в гробах нет? Почему мы не слышим вопли, крики? Почему ты не режешь себя, как раньше? Твое страдание было наше украшение нашей местности. Наверное, он бы сказал, да, я знаю. Я здесь в гробах жил. Я здесь резал себя. Я здесь кричал. Меня пытались связывать. Я разрывал цепи. Но однажды я встретил человека по имени Иисус. Когда я его встретил, он прикоснулся ко мне. Он поменял мою жизнь. А сейчас я не там в гробах. Я в десятиграде. Меня отправил сюда Господь. Я создаю новые церкви. Когда Иисус прикасается к человеку, когда слово его вникает, входит внутри человека, то человек меняется. И перемещение приходит. Динамика перемещения. Деяния апостолов, 3 глава, 2 стих, по 8 и 11. Библия говорит. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. А Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристал нас, смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебро и золото нет у меня. То, что я имею, даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И он, вскочив, встал, начал ходить, и вошел с ним в храм, ходя, скача и хваля Бога. Он встретил Иисуса точно так, как мы с вами встречаем Иисуса. Он встретил Петра и Иоанна. И вот эта динамика перемещения. Как оно началось? Петр и Иоанн подошли к нему и говорят, сначала они посмотрели на него, а он на них. Для того, чтобы помочь людям перемещаться, делай что-то, что заставляет людей смотреть на тебя. Вот. Мы часто говорим, не надо на себя привлекать внимание. Ну, правильно. Но надо. Потому что для того, чтобы они увидели Иисуса, им надо сначала смотреть на меня. Если на меня не посмотрели, они Иисуса не увидят, потому что Иисус живет где? Во мне. Иисус пришел в лице Иоанна и Петра. И как они открыли Иисуса этому человеку? Первое. Они проповедовали Ему. А где тут проповедь, пастор Геннер? Ого-го. Проповедь заключалась. Она была короткая проповедь. Она была так. Серебра и золота у меня нет. Ага. Но я что-то имею еще. Ого. Во имя Иисуса из нас говорит. Ого. Встань и ходи. Ух ты. И встал и пошел. Скажите, короткая проповедь. Проповедь была такая. Первое. Обращай на меня внимание. Не ради меня. И не ради того, что ты думаешь. Золота и серебра у меня нет. Сразу же ожидания человека. Серебра и золота убраны. Но я кое-что другое имею. Новое ожидание. Проповедь меняет ожидания человека. Взгляд человека. И вообще его взгляд и всего. Он никогда не ждал, что Ему дают имя Иисуса. Он всегда ждал серебра и золота. Проповедь меняет наше мышление. Ходи на проповедь. Потому что через проповедь Бог встречается с тобою. И он говорит. Золота и серебра у меня нет. Но то, что я имею, даю тебе. Во имя Иисуса из Назарета. Встань и ходи. И когда они сказали. Встань и ходи. Он услышал. Надо встать. Надо ходить. Но проблемы. Он никогда этого не делал. Ему нелегко самому. И Петр, Библия говорит. Подал ему руку. И помог ему подняться. И когда он начал подняться. Ему стали легче. Начали крепиться его ноги. Вот иногда, когда мы даем помощь. Человек слабый. Потом он становится крепче. 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 Через время бегает. Петр и Иоанн не скакали в храме. Петр и Иоанн ходили себе свободно. Кто скакал в храме? Бывший храмой. И наверное люди пришли и сказали. Мы сегодня пришли. В ходе храма. Нету храмов. Кто его украл? Где он? Верните нам храмово. Приворота, называемый красный. Без него некрасиво. Храмой. Ты где? Он наверное сказал. Не ищите меня там. Я встретился с Иисусом. И переместил он меня. Я здесь в храме. Я скачу. Я прыгаю. Я танцую. Я радуюсь. Во Иисусе Христе есть выход. Во Иисусе Христе есть решение. Почему через Иисуса Христа я могу найти свое перемещение? А потому что Евангелие от Луки 24 главы 1 по 7 стих. Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли одну гробу. Вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленный от гроба. И войдя они нашли тело Господа Иисуса. Когда же они доумывали, они о всем вдруг перестал между ними, перед ними два мужа в одеждах блестящих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее. Именно потому, что они пришли искать Иисуса в гробе и не нашли. А почему он там был? Он взял мои грехи. Он взял мои болезни. Он взял мои проклятия. Он взял мое несвобода. Он взял мое всего. Он взял и пошел в гроб. И все решили, там твое место. Ты навсегда. На третий день. Они сказали, где ты? Говорят, меня там нет. Не ищите меня между мертвыми. И на основании того, что Господь Иисус взял наши грехи. Взял нашу несвободу. Взял все наши поражения. Взял все, что нас касается плохое. Он с этим пошел в гроб, оплатил цену и воскрес. На основании его воскресения я имею право перемещаться со всего дьявольского и перейти в то, что Боже. Из пораженных в победу. Из балного здоровья. Из нищеты процветания. Из пустоты в полноценность и ожидаемость. Из всего, что дьявольского. Из грешника в праведность. На основании того, что Иисус умер, Иисус воскрес. Скажи, моя свобода состоит в том, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за меня. Страдал за меня. Мучился за меня. Но на третий день его там не стало. Он переместился. Что сделался с ним третий день? Раз, два, три. Что сделался с ним третий день? Вот именно это воскресение является основой нашей. Чтобы из любой ямы мы выходили успешно. Скажи да, амин. Яма, которую люди закопали. Яма, которую ты закопал. Яма, которую родители закопали. Яма, которая закопана непонятно кем. Но Иисус воскрес. Поэтому, прошай, яма, я выхожу. Как мне это делать? Вот, какие мои шаги? Что от меня просят? Первое. Постану к Колосеанам, 3 глава, 1 стих по 10. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горного, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышлайте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страст, злую похоть, любостяжание, которые есть и до служения, за которые гнев Божий грядет на сынов противлению, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все гнев, яру, злоб, злоречия, сквернословие уст ваших. Не говорите ли жить друг к другу. Совлекшись ветхого человека с делами его. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Первое. Заметите, что здесь написано. Вы умерли со Христом и воскресли со Христом. То есть, я и Иисус Христос одно. Поэтому, жизнь наша, если я сокрыта со Христом, это означает, что жизнь и воскресение во мне сокрыта со Христом внутри меня. Это означает, что написано здесь, ты умер со Христом, значит, жизнь и воскресение во мне. Это означает, написано, стремись, ищи горнего, помышлай о горнем. Если ты хочешь, чтобы жизнь и воскресенье начали перемещать тебя, как надо, меняй свое размышление, стремление, о чем ты думаешь с утра до вечера. И говорится дальше, умертвите. Есть много смертоносных вещей. Есть вещи, которые дьявол пытается, чтобы ты об этом мыслил все время. А он говорит, это уберите. Это выгоняйте. Это уберите со своей жизни. Потому что, как только ты позволяешь смертоносные вещи оккупировать твой разум, оккупировать твои эмоции, оккупировать твое внутреннее мышление, то с этого момента в жизни дьявола начинает перемещать тебя не туда, куда надо. Вот отложите эмоции дьяволские. Там гнев, там все это отложите, выброси. Оно тебе не надо. Оно тебя уничтожит. Перестань развивать мысли, которые развивают гнев, ярость и тому подобное. Как только примешь решение в сторону Божьей, то жизнь воскресенье, которая в тебе живет, начинает работать. Помочь тебе. Если ты это не сделаешь, действительно ты не сможешь, потому что никто тебе не помогает, а самостоятельно у тебя не получится. Надо решение в сторону Божьего Слова. И Библия говорит, и одевайся в нового человека. Есть Божьи качества. Какие? Колоссианам 3 главы 12 по 25. Не все будем читать. Милосердие, благость, мирномудрие, крутость, долготерпение, доброта. Это те качества, которые, если мы одеваем их на себя, независимо от того, где мы, сила Божья начинает нас перемещать в другое положение. Божье положение, положение успеха, положение благословения. Даже если мы ничего особенного не просили, только потому, что мы дети в качество Божье, жизнь Божья начинает нас перемещать, даже когда активно мы ничего не сделали. сила Божья поднимет тебя. К сожалению, не только люди, бывает, тебя ищут, чтобы возвращать тебя в то плохое, где ты был. Бывает такое, что и Бог тебя не может найти. Да, когда люди искали этого хромого, чтобы вернуть его назад, слава Богу, что они не нашли. Но в жизни не только это бывает. Бывает и другое. Это когда Бог тебе поставил хорошее место уже и возвращается. И тебя там нет. Говорится в Будье 3 главы 1 стих. Змей был хитрее всех зверей и пришла к жене, начал с ней разговаривать. И когда змей пришел, поговорил с Евой, а через Еву с Адамом приходит Бог. Говорится в 9 стихе. И возил Господь Бог Адаму и сказал ему, где ты? Обычно я прихожу в сад, тебя я встречаю, ты меня встречаешь. У нас такое отношение с тобой, боюсь, что я прихожу в сад, я не могу дождаться тебя видеть, и ты тоже. И я прихожу, ты меня уже ждешь, и мы обнимаемся, мы разговариваем. А почему-то сегодня я пришел, и тебя нет. Сегодня этот голос, который Бог звучал к Адаму, звучит и к нам. Адам, конечно же, ответил, молодец, Господь, я услышал твой голос и спрятался. «Потому что я наград». И Бог ему говорит, кто тебе сказал? «Потому что я могу дьявол перемешать людей из правильной позиции в неправильную. Очень просто. Он находит змею, через которого он может передать другую информацию. и потихоньку твой прием перемещается от Бога в другое место. И через время другое становится родной, ближе, приятно дерево выглядеть». Откуда я узнал, что приятно? Ну, змей сказал. Потом, через время, то, что змей говорил, стало частью Евы. Потом стало частью ее. Не сразу. Сначала она протестовала против. Потом она внимала. Потом змей уже ушел куда-то себе погулять в саду. Сама Ева уже начала Адама проповедовать. Евангелистка. Что она проповедила? Мысли дьявола. Буквально вот-вот она была служительницей Божьей. Обращай внимание. Даже когда в жизни нелегко, и так будет часто, но даже если так будет, как бы сложно ни было. Первое. Не меняй источник информации. Два. Не меняй источник радость твоим эмоциям. Как бы тяжело ни было. Храни Бога как источник информации. Радость твоими эмоциями должна связана быть в направлении Бога. И тогда не надо будет тебя освобождать от зависимости. Слава Богу. Вот я со своей мамой часто шучу. Она пытается со мной разговаривать, как будто я Генри, который она кормила молоком. Я говорю, мама, я переместился. Меня уже там нету. Я уже взрослый дядя, который бегает по всему миру. А мама не верит. Ну, не важно. Мамам разрешено, но больше никому. Заметите, Бог помогает человеку двигаться. Но не только в жизни, но и в здоровье. И в вопрос нужды. Потому что Бог решает наши нужды. Он творит чудеса. Я помню, одна женщина пришла к нам на собрание невидящая, незрячая. И она тайно от мужа сбежала на служение, потому что муж был против. И получила исцеление. Глаз начал видеть. И она плакала передо мной не за исцеление, а она говорила, пастор Генри, что я скажу мужу? Отчего я вижу? Я помню, это было в городе Тюмень. И, что интересно, я сказал, приходите и скажите так к мужу. Муж, я непослушный был. Я побежал на собрание Генри Мадава. Но теперь я вижу, что интересно, они вечером вместе пришли на служение. Давайте посмотрим на эти чудеса, которые сделал Бог. ВиСи Ти Ви – это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Место для мужчин и для женщин. Место для молодежи, подростков и для самых маленьких. Место, где каждого человека поддерживают, помогая найти себя. Церковь Победа – это место для всей семьи. У Светланы на протяжении двух месяцев была боль в колене. Она даже не могла приседать. Сильно хрустела. Сейчас больностью боль ушла. У вас была боль в каком? В левом. И сейчас не хрустит? И двигаете его. Так. Если вы делали это раньше, оно болело. Я не могла просто. Не могла, ну, полностью. А вы не могли полностью вот так? А сейчас вы можете. Да, слава Богу. Господь, благослови ее, Отец, во имя Иисуса. Семь лет назад у Лилии был инсульт. Из-за этого она не поднимала правую руку, а также тянула правую ногу. Сейчас она с легкостью ее поднимает. Семь лет тому назад у вас был инсульт. В одиннадцатом году было. В одиннадцатом году. И с того времени у вас левая рука или правая? Правая. Правая рука. Что с ней было? Ну как? Не работала. Не работала. С того времени. А сейчас и нога вот тянула. И нога тоже не работала. Теперь поднимайте эту правую руку, которая не работала. Вверх? Да. Она не работала. Не, ну так. Еле-еле вот так. Еле-еле так. А сегодня я поднимала. Сейчас. Это с 2011 года. Да. А правая нога? Пока. Сейчас я тянула и болела. Тянула и болела. А сейчас не болит. Нет. Вы можете поднять его и проверить, есть боли или нет? Нет. Нет. Еще раз. Смотрите. Вот это называется чудо. С 2011 года. Инсульт. Результаты правая рука не работала. Это прошло сколько лет? Семь лет. Семь лет. Да. И Бог с Его любовью сделал это чудо. Господь, мы благодарим Тебя за это чудо. Спасибо Тебе. Во имя Иисус. Тебе спасибо. И все расскажут. Аминь. Дайте благословение Господу. Слава Господу. Это так здорово, когда Бог творит чудеса. Одна из главных причин, почему Бог творит чудеса, это чтобы люди поверили в Иисуса Христа и получили спасение. Если вы еще не спасены, вы еще не покаялись, я хочу помолиться с вами. Помолитесь со мной. Скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь. Очисти мое сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, Бог вас услышал и простил. Теперь я хочу помолиться за вас, чтобы как эта женщина и те свидетельства, которые вы только что услышали, увидели, произошло с вами. Возложите руки там, где болит в теле или проблема, где она. И я помолю за вас. Господь, я благодарю Тебя. Во имя Иисуса я приказываю всякой болезни и немощь уйти. Проозглашаю прорыв, жизнь и исцеление. Я приказываю дьяволу убираться прочь и да придет оживление. Во имя Иисуса. Я провозглашаю чудо в семье, в финансиях, в работе и в бизнесе. И в отношении с детьми. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Так рад я, что мы сегодня смогли общаться вокруг Божьего Слова. Если вы получили чудо от Бога, сообщите нам, пожалуйста. Мы хотим радоваться вместе с вами. Если у вас есть какие-то вопросы или нужды, напишите. Мы помолимся за вас. Мы любим вас. Особенно спасибо вам, партнеры, которые молятся за нас и поддерживают финансами. Пусть вас Бог благословит. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»